Владимир Амельченко с нами на связи, это директор энергетических программ Центра Зумкова. Здравствуйте, я рада вас приветствовать в эфире Freedom. Доброе утро. Доброе утро. Сразу начнем с нашумевшей статьи Reuters, где они указали, что по факту сейчас Российская Федерация не может позволить себе быстрое возобновление, ремонт данных НПЗ в силу санкций. Но ведь мы же видим, по примеру других подсанкционных пакетов, других подсанкционных технических решений, Путин использует третьи страны, черный рынок. Удастся ли в данном кейсе обойти также санкции и ускорить процесс ремонта этих НПЗ? Ну, в принципе, ничего невозможного нету. Они имеют, наверное, шансы обойти. Только вопрос, когда это произойдет, сколько это будет стоить. Ну, насколько мне известно, ну, например, европейские компании отказываются заниматься восстановлением поврежденных мощностей нефтеперабатывающих заводов России. Также вот американская компания Honeywell, которая обслуживала завод Лукойла в Кстово, возле Нижегородской области, тоже отказалась это делать. Она отвечала за автоматизацию процесса, а также за системы электронного управления. Лукойл обратился к китайским своим партнерам. Но, насколько я понял, что китайцы тоже не горят особым желанием заниматься восстановлением российской нефтепеработки, поскольку им это абсолютно неинтересно. Им важнее получать от России нефть. Поэтому, в принципе, шансы в России есть обойти данные санкции, но перспектив, так бы сказал, нет. Ну, в этом контексте тогда как расценивать заявления, которые звучат из Кремля, что до лета, то есть что мы получаем? Это апрель-май. За два месяца они обещают все эти установки восстановить. Но мы знаем, что вот Нижегородская НПЗ, Лукойловская, с января, там даже не было удара беспилотникам, с января стоит, не может, так сказать, найти аналоги. То есть мы можем говорить о том, что планы восстановить все мощности, утраченные на НПЗ до лета, это, в принципе, они нереализуемы. А если еще учесть, что тенденция будет продолжаться такая, то есть полный крах произойдет, если мы сейчас говорим о 10-15%, то что будет дальше? Ну, на самом деле, Нижегородский НПЗ, это такое химическое, нефтехимическое, такое современное достаточно производство. Там он остановился и не только как бы из-за того, что там внутренние процессы поломки произошли, но были же известны удары дронов, также по установке каталитического крекинга. За два месяца, ну, наверное, такой это очень большой оптимизм, чем они будут заниматься. Они, наверное, скорее всего будут переходить на какие-то более упрощенные схемы нефтепеработки. Ну, непонятно, каким образом можно восстановить за два месяца уничтоженную ректификационную колонну, которая стоит сотни миллионов долларов, допустим, и мощностью до 7 миллионов тонн в год. Нефтеперерабатывающие колонны, то есть это первичная переработка, чтобы вы понимали, сначала происходит обессоливание, обезвоживание нефти, потом нагревание, она попадает на ректификационную колонну, там происходит разделение нефти на различные фракции, от дизельной фракции, от бензиновых фракций до битумов, там, мазутов. Поэтому без ректификационной колонны, системы первичной переработки, действие завода вообще бессмысленно, практически невозможно, работая его в нормальном режиме. Восстановить ректификационную колонну, это потребуется, ну, минимум, я думаю, год, это в самом лучшем случае, а вообще-то более реалистично это два года. Ну, с другой стороны, еще надо заметить, что Украина должна продолжать, если она хочет действительно завершить процесс уничтожения российской нефтепереработки, надо продолжать этот процесс, и он достаточно не такой короткий, это минимум 4-5 месяцев надо наносить удары, чтобы ежемесячно разрушать по 3-4 завода как минимум, тогда это действительно придет к точке невозвращения российской нефтепеработки. А если этого не делать, то, в принципе, они действительно могут восстановить какие-то мощности, где-то закупать нефтепродукты, например, в Казахстане, в Белоруссии, таким образом, в принципе, минимизирует вот этот ущерб. Поэтому удары по НПЗ должны проводиться с большим намного темпом, чем Россия будет иметь возможности восстанавливать эти НПЗ. Но обратно же, это же не инициатива Украины уничтожать НПЗ, это просто необходимые меры воздействия для того, чтобы Россия успокоилась и прекратила атаковать украинскую энергоинфраструктуру, прекратила эту геноцидальную войну. И поэтому как бы инициатором этой войны и этой ситуации для российской нефтепеработки является кремлевское руководство, отнюдь не Украина. — Владимир Юрьевич, в Кремле, в российской пропаганде, если говорят об ударах по НПЗ, то говорят, что это никак не повлияет на снабжение топливом, на энергетическую инфраструктуру в целом. Но так ли это? — Ну, видим, что не так, потому что, во-первых, прекратился экспорт бензина, а там у них проблемы с бензином. Почему? Потому что и до ударов дронами, в принципе, профицит бензина был небольшой, экспортный потенциал, следовательно, небольшой. Там они производили около 45 миллионов тонн бензина, при потребности внутренней — 40 миллионов. После этих ударов у них образовался дефицит, и они вынуждены восполнять этот дефицит тем, что покупают сейчас необходимый бензин в Беларуси. Это дополнительные средства. Вместо того, чтобы зарабатывать их, они эти средства тратят. Что касается по дизельному топливу, здесь ситуация несколько иная. Они производят в России 80 миллионов, около 80 миллионов тонн дизтоплива, при потреблении около 40 миллионов тонн. То есть мы видим двойной профицит. Поэтому дизельное топливо на сегодня является основным для снабжения российской армии, вооруженных сил России. Поэтому тут пока что проблем нет для того, чтобы они возникли. То есть данные удары должны продолжаться еще много месяцев. Хотел бы отметить, что буквально вчера был нанесен удар по нефтепродуктопроводу в районе города Азов Ростовской области, который снабжал непосредственно, ну как бы шел в порт и снабжал на Азовском море российскую армию. То есть это тоже один из компонентов борьбы для того, чтобы достигнуть мира на справедливой основе и заставить Россию прекратить эту геноцидальную войну. Вот давайте, если можно так сказать, займемся математикой и географией. Появились новые вводные, новые слагаемые этой формулы. То есть удар по НПЗ в Татарстане 1200 километров. Ну вот давайте сложим такой математический и географический компонент. Сколько в России крупнейших НПЗ, и учитывая расстояние 1200 километров, сколько потенциально уязвимых для беспилотников НПЗ. И как, если учесть, что еще есть возможность бить по, как вы сказали, нефтепроводам, сырьепроводам, если можно так сказать, насколько охват беспилотников может повредить всю вот эту вот структуру нефтеперерабатывающую? Ну да, действительно, в России насчитывается около 32-33 крупных нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью около 320 миллионов тонн в год. Еще есть множество малых НПЗ, их сотни, но они недостаточно имеют большую производительность. В европейской части расположено около 23 заводов, уже по 13 заводам был нанесен удар украинскими беспилотниками. Из них 9 заводов понесли достаточно серьезный ущерб. Вне европейской территории России есть также крупные заводы. В первую очередь хотел бы отметить это Омский НПЗ, наверное, крупнейший в России. И, наверное, Ангарский НПЗ, но они расположены очень далеко. И логистика поставок очень сложная на европейскую территорию России. Но, кроме того, надо сказать, что российское руководство надо подумать, как уже заканчивать, как бы заниматься ерундой, заканчивать эту войну и заканчивать обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. Потому что, в принципе, сейчас Украина уже готовит достаточно дальнобойные, мощные дроны. И они будут готовы в больших количествах к лету. И Украина в состоянии будет разрушить не только НПЗ России, а также и крупнейшие нефтеперекачивающие станции, также головные газокомпрессорные станции, которые создают давление на газопроводах с Западной Сибири в европейскую часть России. Поэтому Украины такие возможности будут уже в ближайшее время уничтожить практически не только нефтепереработку, а также и транспорт газа, транспорт нефти, что абсолютно приведет к экономической катастрофе в России. Поэтому мне кажется, что тут российскому руководству уже надо браться за ум и понимать о тех последствиях, и останавливать свою агрессию, и как-то возвращаться в реальность. Ну а я напомню нашим зрителям, что как раз энергоресурсы – это один из самых основных накопителей бюджета Российской Федерации. Не будет энергоресурсов, не будет продаж, не будет накоплений. Все очень просто. Владимир Ильич, огромное вам спасибо за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Владимир Омельченко, директор энергетических программ «Центр Разумкова» с нами был на прямой связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин